Добрый день! Здравствуйте! Я вас приветствую в нашем прямом эфире. Тема у нас сегодня типсы гелевой в форме стилет. Мы поработаем опять с этим продуктом. Эфиры на эту тему я уже проводила. Мы работали на полной длине, разбирали особенности данного продукта и у нас осталось достаточно много вопросов. Вы продолжаете их задавать и я конечно же с удовольствием еще раз поработаю с вами и максимально постараюсь на них на всех ответить. Сегодня мы выполним моделирование при помощи типс гелевых в форме стилет. Вот такая красивая коробочка. Здесь у нас 120 штук представлено. Типсы в разных размерах. Мы можем оптимально подобрать их по ширине ногтевой пластине. Что это такое? Это готовые гелевые ногти, при помощи которых мы можем получить достаточно быстрое и очень качественное моделирование. Особенность данных типов заключается в том, что материал очень хорошего качества. Типсы очень прочные, но при этом имеют хорошую гибкость, то есть они амортизируют, что позволяет нам носить, ну фактически даже до двух месяцев у нас клиенты ходят с этими типсами. Этот продукт достаточно простой в работе. Есть некоторые нюансы, которые мы с вами обсудим. То есть те критерии, параметры, которые необходимо соблюдать для того, чтобы обеспечить качественную носкость данного материала. Я подготовила ноготок, готовила вчера. Сейчас еще раз фрезой пройду, продублирую, просто для того, чтобы освежить. Фрезой прохожусь каплевидной, немножечко в зоне кутикулы. Еще раз повторяюсь, просто для того, чтобы немного освежить и убрать некоторую зажирненность. Так как модель моя, конечно же, пользовалась руками, как и все мы. Фрезой зашлифую, просто по поверхности создадим такой более свежий эффект. Всем здравствуйте, я всех приветствую. Всех, кто присоединяется, буду рада ответить на все интересующие вас вопросы. Прохожу без смены реверса, просто немножечко подчищаю, скажем так, немножечко намарафетить клиенту, просто немножечко ее убрать. Прошли фрезой и приступаем к подготовительному этапу. На этом этапе мы обезжириваем ногтевую пластину при помощи евроклинсера. Обезжириваем ноготок. Хорошенько я это делаю. Обращаю внимание на то, что длину свободного края я убрала по линии гипонихия, то есть никакого остатка длины я не оставила. Полностью по линии гипонихия для того, чтобы при отрастании у нас с внутренней стороны максимально чисто было. Спасибо большое за поздравление. Ноготок обезжирила, далее использую нейлпреп. Нейлпреп дегидратант, он подсушивает ногтевую пластину, выводит остатки влаги, масел из ногтевой пластины. Дополнительно мы им пользуемся для дополнительного обезжиривания. Далее ультрабонд, грунтовочный препарат, который обеспечивает нам скрепление с последующим материалом. Наносим его тоненько, без нахлёстов и без попадания на кожу. Он испаряется на воздухе. Такая легкая-легкая пленочка образуется на поверхности дисперсионная, к которой прикрепляется материал. И дальше мы с вами можем подобрать типс по размеру. По размеру подбираем таким образом. Ну вот я на эфире буквально, который мы проводили в инстаграм, только что вот я делала моделирование при помощи этих типс. И здесь у меня четвёрочка подходит на указательный палец. Каким образом мы примеряем? Я выставляю типс с отступом от зоны кутикулы, так как эту границу мы потом будем зачищать и моделировать при помощи базы. Фиксирую типс таким образом, чтобы он был чуть шире ногтевой пластины, чтобы в зоне вростов ногтевых при отрастании у меня не образовывалось ступени из натурального ногтя. Спасибо большое, девочки. Очень мне приятно. Всем спасибо большое за поздравление. И когда типс я фиксирую, я сразу себе намечаю центральную фронтальную ось пальчика для того, чтобы при фиксации обратить внимание, и свободный край у меня никуда не уходил. То есть сразу себе примеряюсь, как мне его зафиксировать. Примерила. И сразу же здесь себе просто визуально наметила ширину ногтевого ложа, ширину зоны контактной, где у меня типс будет прикрепляться к натуральной ногтевой пластине. Что мне с этой контактной зоной нужно сделать? Типс у нас полностью глянцевый, и вот эту часть контакта мне нужно зашлифовать. Зашлифовать. Будем это делать при помощи фрезы. И пока подготовим типс, я отправлю ноготок с базовым покрытием, с классической гель-лаковой базой. Бейсгель. Тоненьким слоем нанесу и отправлю сушиться. Пока ноготок будет просыхать поверхность, мы с вами будем заниматься подготовкой типса для установки. Тоненько нанесла и сушим. База у нас сушится. Я готовлю типс. Можно это делать при помощи твердосплавной, керамической. Можно делать это при помощи фрезы с алмазным напылением. У меня керамика под рукой. И вот эту контактную зону, которую я визуально себе наметила, визуально определила зону контакта. Можешь меня чуть-чуть увеличить? У меня руки заняты. Сейчас попробуем, девочки, сделать покрупнее, как вы просите. Как они? Так, жди-ка. Сейчас. Что-то я не то поделала. Да вот у меня почему-то, я не знаю, почему-то у меня на моем телефоне не очень приближается. Я сейчас просто попробую его опустить. Ну так, чтобы он мне еще и не мешал. Вот так видно. Смотрите, да, контактную зону внутри фрезой я зачищаю на ширину ногтевой пластины. То есть на ту часть, которая мне будет крепиться к ногтю. Сверху примерила. Сейчас зачищу, еще раз покажу. Я материал не истончаю. Ставлю на этом акцент. Потому что архитектуру и жесткость конструкции нам нарушать нельзя. Просто убираю блеск. Убрала блеск. Посмотрела. Когда мы полностью выполняем моделирование на всех пальчиках. Так, посмотрела. Видно, еще чуть-чуть нужно добавить. Мы сразу подбираем на все пальцы по размеру типсы. И сразу на все пальчики готовим контактную зону. Ну, в центре немножечко пройду. Вот эта зона прикрепления, она должна быть зачищена для того, чтобы база с типсом хорошо присоединились друг к другу и хорошо зафиксировались. Зачистила. Опил убрала. Так, ноготок мы подготовили. Контактную зону зачистили. Вот таким образом. Вот у нас зона как раз прикрепления наша полностью зачищена. И далее, следующим этапом, мы берем базу медиум и зачищенную зону, зашлифованную контактную, покрываем базой. Не рекомендую вам делать это в толстый слой. Очень хорошо прям счищайте остатки базы с кисточки, чтобы лишнего не выходило. Потому что при фиксации на типс такое оказывается достаточно большое давление. Нам нужно качественно прижать его к ногтевой пластине. И чтобы излишки базы у нас не вылазили на валики боковые, не выходили под кутикулу. То есть я нанесла и прям максимально толщину убрала. Если вдруг при установке вы увидите, что маловато, всегда можно его снять и добавить. Ну, лучше добавить, чем нанести изначально много. Типс фиксирую за кончик, за свободный край. Также фиксирую пальчик клиента. Подношу фактически перпендикулярно к свободному краю. Вот место стыка. И начинаю плавно надавливать, для того, чтобы контролировать пузырьки. Видите, у меня воздушные, я надавливаю. И у меня потихонечку плавно выходят. Зафиксировала типс. Ну, надеюсь, что зафиксировала ровно. Также уделяйте этому внимание. Я предварительно посмотрела на фронтальную ус. Подсуши, пожалуйста, мне. Фонариком мы сверху фиксируем. Я вот сильно придавила. Видите, многовато. Сейчас покажу, специально покажу. Многовато взяла базы. И она мне немножечко вышла на валик боковой. Придется фрезой там дорабатывать. Фонариком я прификсировала, придавила. И дальше отправляю ноготок. Видите, зафиксировала. И дальше отправляю в лампу. Нет ничего невозможного. Все можно исправить. И излишки базы, конечно, фрезой все убираются. Ну, единственное, это дополнительное время. Конечно, со временем, когда выполняем мы такую процедуру достаточно часто, у нас вырабатывается уже определенный механизм. Уже можно на глаз определить нужное количество материала, взять. Поэтому здесь, конечно, только навод и такой опыт, опыт-опыт в работе большой. Пока база у нас просыхает, дублирую. Nail Prep Ultra Bond. Базовое покрытие. И база Medium. Это та база, на которую мы непосредственно фиксировали. Акцентирую внимание на том, что именно на гель-лаковую систему мы фиксируем типсы. В нашем просто многочисленные тесты очень долго, очень большое время мы тестировали этот продукт. Ставили его на разные ногти, на влажные, на сухие. Использовали его на полную длину. Длину убирали, фиксировали на гели, на акригели. Но все-таки лучше, больше всего, самый такой суперрезультат нас устроил. И хорошая носкость у нас обеспечивается именно, когда мы на гель-лаковой системе работаем. Так. Ноготок у нас подсох. Типс подсох. Мы его зафиксировали. Вот та часть, о которой я вам говорила. Видите, многовато взяла, нанесла. И при надавливании, при надавливании, у меня база, видите, в пазуху немножко вышла. То есть вот эту часть нам нужно будет просто дополнительно доработать фрезой. Сейчас я возьму топ ультрашайн и перекрою типс с внутренней стороны. Так как при контакте с обезжиривателем он начинает мутнеть, становится мутным. Если вы хотите сохранить красивый глянцевый блеск, либо у вас дизайн предполагает некоторую прозрачность, с внутренней стороны любым финишным покрытием вы можете перекрыть. Это может быть топ ультрашайн, это может быть топ теклос. Вот таким образом перекрываем. С внутренней стороны сильно много материала не кладу, просто немножко прошла и из стороны в сторону покачала, как бы сцентровала, много выровняла. Подсушиваем при помощи топа ультрашайн. Я уже проводила эфиры с этим материалом. Мы оставляли полную длину и делали дизайн с внутренней стороны. Если вы предполагаете, что с внутренней стороны на вот этих прозрачных ноготках, на прозрачном свободном крае, хотите еще и какой-то дизайн выполнить, тогда теклосом покрывайте. Сейчас мы перекрыли ультрашайном и отправили сушить. Сегодня я буду убирать длину типса. Покажу, что это достаточно просто. Материал прочный, но очень хорошо. Мы работаем, совершенно спокойно убираем как пилочка, так и фрезой чрезмерную длину. Можем перепилить форму при желании. Специально взяла не твердосплава керамику для того, чтобы этот момент показать. Уперлась в торец, в свободный край. Видите, поверхность у меня в мелкую стружечку опиливается, а толщина уходит вот такой крупной стружкой. Она падает на стол. Очень важно, что она не летит в глаза ни мастеру, ни клиенту. То есть здесь вообще никаких проблем с опилом нет. Можно даже перепилить на квадрат. То есть если мы убираем длину, получаем хороший зауженный квадрат. Таким образом подтянули. Дай тут пальчик сравнить. Примерно еще немножко можно убрать. То есть это достаточно быстро, это достаточно просто. Никаких проблем с опилом и с длиной при работе с данными типсами не возникает. Дальше при помощи пилочки я просто придаю форму свободному краю. Закругляю, снизу также пилочку завожу, ставлю в торец, а потом завожу снизу для того, чтобы вот часть, которая у меня завернулась с материала под ноготок, она хорошо, качественно опилилась. Не было махров. То есть здесь все фактически как натуральный ноготь вы опиливаете. Опилили торец и с внутренней стороны слегка почистили, убрали остатки. Обязательно здесь на данном этапе я могу боковую параллельку проконтролировать. Так как типс по размеру мы подбирали чуть шире нашего натурального ногтя, можно немножечко заузить. То есть форму вы регулируете, конечно же, сами. Здесь бачок тоже, вот тут где у меня база была. Немножечко подтяну, чуть снизу, сбоку и сверху. То есть соберу ноготок во всех плоскостях. Развернем пальчик, посмотрим. Юль, ты смотришь, эфир идет? Как-то совсем нет вопросов. Все поздравляют меня с днем рождения. Спасибо. Можно ли делевые типсы ставить при коррекции натей или нужно полностью убирать старый натей? Когда вы изначально ставите типс, нужно полностью убирать весь материал. Нет? Вот спокойно я попилила. Вот видите? Попилила, нормально, все у меня хорошо. Они достаточно жесткие, то есть они не плавятся от фрезы, не забивается ничего. Так, дальше. Мы убрали длину. Теперь наша задача зачистить контактную зону. Контактную зону зачищаю фрезой с алмазным напылением. Укладываю ее на поверхность, то есть просто вот эту границу я выравниваю. Я целенаправленно птицу устанавливала таким образом, чтобы у меня был отступ от кутикулы. И я могла хорошо вот с этой границей проработать. Сейчас у меня тут такой телефон на зарядке стоит, и я фактически легла на стол. И момент там, где у меня база немножечко затекла, конечно, мне его нужно исправить и доработать. Это то, о чем я говорила, что это не критично, но это требует дополнительного времени. Переход, границу зачищаю, убираю. Вот смотрите, с взлетными типсы эти шикарно становятся и очень хорошо фиксируются, и они прям подойдут. Яркий тому пример Катя Мирошниченко, у которой трамплинообразные ногти, очень быстро и просто становится. Длину свободного края убирайте максимально по линию гипонихия, чтобы ноготок вверх не торчал, и ставьте. Вот с унихогрифозными, девочки, будет сложнее. Не на все ногти у нихогрифозные нормально, качественно подойдут данные типсы. Но мы не можем себе позволить сделать так, чтобы у нас там ногти максимально клевали вниз, поэтому не все у нихогрифозные ногти подойдут. Если у нихогрифоз ярко выраженный, такой сильно, то, конечно, это не ваш вариант. Я что-то пытаюсь, то, что у меня база вышла, подчистить, девчонки, поэтому не в кадр. Не горячо, Марин? Нет. Вроде как и человека пытать не хочется, и излишки убрать. Поэтому контролируйте, максимально контролируйте количество материала, потому что вот это, конечно, уже идет такая трата времени, трата времени на зачистку. Выше камеру. Комментарии не видно. Так, выше, ниже. Ну, попробовала поправить. Комментарии прям пишите. У тебя отображаются комментарии? У меня просто вообще пока не вижу ни одного. Комментария. Я зачистила контактную зону. Я сейчас объясню принципиально, для чего я это делала, по каким причинам мы именно таким образом фиксируем типс. Рисовала, показывала, с удовольствием нарисую еще раз. Смотрите, что происходит. На подготовленную ногтевую пластину мы устанавливаем типс. Если я возьму и заведу его вот прям, заведу под кутикулу, знаете, чтобы не заморачиваться, заведу, покрою, что у меня при отрастании получится на поверхности. Будет красиво сегодня, но через две недели у нас будет вот такая история. То есть толщина типса, торец, он откроется, ноготок отрастет. И вот эта толщина, она у нас здесь вылезет и будет некрасиво. Именно поэтому я устанавливаю типс сразу с отступом, вот как будто он уже чуть-чуть отрос. И вот эту границу, вот эту толщину, толщину именно непосредственно самой типсинки, вот это ребрышко, я его зачищаю и от кутикулы дополним это базой, чтобы при отрастании у нас был такой хороший, ровный, правильно наполненный ноготок. Да, отрастет, да, здесь будет граница, но она будет без вот этой ступени. Она будет плавной, четкой, ровной и красивой. То есть именно для этого я делаю отступ, то есть как бы формирую небольшую контактную зону. Так, зачистили. Что мы делаем дальше? Мы убираем излишки опила полностью. Остаток глянца можно легко снять шлифовщиком, шлифовщиком для искусственных ногтей. Нормально сейчас в кадре? Видно? Шлифовщиком для искусственных ногтей 100 на 180 единиц. И торец, а, потому что комментарии, да? Вот так, Юля, что у меня сейчас конструкция? Вот так, да? Норм? Смотрите. Тогда мне мешает провод. Сейчас, девочки, 3 секунды. Давайте я пока отключусь, будет уже крайний случай. Тогда еще. Как следующий приход клиента делать коррекцию? Следующий приход клиента вы выполняете уже полноценную коррекцию. То есть если сейчас у нас просто зачищаем мы границу и достраиваем, то есть вот, достраиваем вот эту часть, только здесь в зоне кутикулы мы будем делать наполнение. Соответственно, уже при коррекции сам типс будет отрастать, в стрессовую зону уходить, и там уже нужно будет вам больше внимания уделить архитектуре, именно выстраиванию архитектуры по поверхности. То есть при первичном наращивании вообще все быстро, а дальше вы переходите в вашу обычную классическую коррекцию. Так, зачищаю, зачищаю, бачка хорошо прохожу, все-все, что вот мне видно, максимально, а, щуточку не взяла, зачистили. Дальше мы можем обезжирить. Внутреннюю часть типса я перекрыла топом ультрашай, для того, чтобы он у меня сохранил глянцевый блеск. Обезжирили. И берем базу медиум, подождем сейчас пока обезжиривать или испариться, и начинаем выстраивать, дальше достраивать вот этот переход, то есть только контактную зону. Конечно, я базой протяну полностью по всей поверхности, нам нужно, чтобы поверхность была глянцевая, но я не буду как при моделировании, как при укреплении, добавлять капельку в центр и так далее. То есть мне нужна просто ровная поверхность с плавным переходом. Подтолкнула. Видите, излишки я прям снимаю. Я не устану говорить о том, что кайф этого материала заключается именно в возможности выполнения многослойного дизайна по поверхности, потому что сама конструкция по себе, она вообще максимально тоненькая. Ногти выглядят максимально натурально. Очень часто клиенты просят длинные ногти, сделаем не длинные, но при этом тонкие. Вот как раз таки этот материал позволяет нам смоделировать ногти тонкие, но при этом с хорошей длиной. Здесь я длину убрала для того, чтобы показать вам, что можно убирать длину, можно перепиливать форму, можно работать и таким образом с этим материалом. Выровняла поверхность и отправляю ноготок сушить. Подсушиваем. На поверхности я не добавляла капельку в центр, не переворачивала, не сцентровывала, то есть не формировала апекс. Здесь у нас готовая архитектура, готовая жесткость и прочность за счет непосредственного качества материала, за счет формы, за счет изгиба, то есть такой идеальный баланс для хорошей прочности. Длину спокойно убираем и можем даже на квадрат. Хороший зауженный квадрат можем перепилить данную форму. По ширине часто задают вопрос на супер сильно широкие. И писали мне, кстати, девчонки в комментариях, писали к прошлому эфиру, что на супер широкие ногти, конечно, не все могут стать, не на все, потому что есть ногти широкие, особенно большие пальцы с особенностями, поэтому это не для всех, но большинству подойдет. Смотрите, ставить я рекомендую либо на медиум, либо все-таки на макси. Вот два варианта. Медиум и макси лучше всего себя показали. Можно на файбер, в общем-то, но там еще плюс сама файбер с волокнами достаточно жесткая. Не могу гарантировать, что прям супер. На плоский, да, супер подойдут. У самих типс не сильно большой изгиб. Это не как, скажем так, не как верхней формы сильно изогнутой. Нет необходимости добавлять сюда, видите, прям у меня не очень изогнутый, ноготь, правда, в перчатке. Вот видите, она раз и плотно садится, и плотно прижимается. То есть у нее не сильно большой изгиб. Толщины материала внутри не нужно. Вот с вопросом об арочных ногтях, когда у клиента свои ногти очень сильно изогнуты, вот здесь вопрос. Не на все могут сесть, а на плоские вообще супер. В общем, такой самый оптимальный вариант для неудобных ногтей, для трамплинов, для плоских. Очень хороший выход. У нас абсолютно полностью готов ноготок. Мы его полностью сделали. Пилить ничего не нужно. Можно сразу маникюр выполнить на чистоту. Очень много времени экономится. Опил, видите, с внутренней стороны сейчас уберем. Так как ультрашайном покрыли, он глянцевый, прозрачный полностью весь. И дальше мы выполним дизайн при помощи вот такой вот капсулы. Капсула называется реформация. Здесь у нас идут в наборе шермиконы. Два цвета с легким шиммером красный и такой классический вариант, на мой взгляд, синего цвета. Очень актуальны сейчас эти цвета и в качестве сезона, осени, и вообще в одежде. Так что прям рекомендую вам эту капсулу. Она сейчас у нас идет со скидкой. 1088 рублей 9 миллилитров. Плюс еще в наборе вот такая книжечка. Здесь вы можете сканировать, посмотреть мастер-классы уже с готовыми вариантами. Либо в книжечке посмотреть готовыми вариантами. А включи заново. Сейчас Юля мне принесла. Идет. Сейчас я покажу просто вот из показов сочетание, именно такое сочетание цвета. Классное. Видите? Красный и синий. Осень. Синий свитерочек. Я, кстати, много. Надо купить красную юбку. Под капсулу. Вот такое очень актуальное сочетание. Удобно это тем, что это уже готовое предложение для мастера и, в общем-то, для клиентов. Выбрать готовый вариант. Быстренько в исполнение привести. Так. Ну что. Два цвета будем сочетать. Не заморачиваясь. В такой произвольной форме. Вы сверху после шлифовки покрыли медиумом или можно любой другой базой? Сверху после шлифовки, в общем-то, можете покрыть любой другой базой. Если вы хотите, например, какой-то, может быть, там, эффект сохранить, знаете, натуральный, но, может, с нюдовым каким-то вариантом, можете камуфляжной базой перетянуть. По поверхности не обязательно перекрывать медиумом или макси. Любой удобной для вас базой. Покрывайте. В таком произвольном, скажем, варианте покрываю цветом. Просто перекрываю часть ноготком. Чуть-чуть подталкиваю под кутикулу поближе. Сушим. Просушиваю. Красивый, вкусный очень цвет. Мне нравится он с легким-легким шиммером. Он не навязчивый такой, не бабусячий. Очень приятный оттенок. При этом цвет достаточно популярный, классический, красный. Клиенты очень его любят. Можно использовать самостоятельно. Можно использовать такие уже готовые решения. По сути, когда нет времени, очень хорошо. Сочетаю два цвета. Опять же, здесь смотрите на ваше усмотрение. Я просто цветом слегка перетягиваю в росты ногтевые. Часть ноготка оставлю прозрачной. Просто с кисточки. Сгрузила. Такую овальную форму. Марин, разворни сюда. Не хочу потом дорабатывать. Еще супер там что-то выводить. Просто немножко подтяну линеаркой. Можно сочетать, сделать ноготки полностью цветом, покрыть от кутикулы. И буквально 2-3 ноготка выполнить дизайн. И моделирование быстрое, и дизайн такой тоже максимально быстрый. Немножечко бока довожу, чтобы и торец цветом перекрыть. Вот таким образом просушиваем. Использую цвета из капсулы. Из капсулы использую. У них, кстати, нет номеров. Они просто в капсуле идут без номера. Капсула называется «Реформация». Да, я уже сказала, они доступны и на Эмишоп. Скидка сейчас на эту коллекцию. Достаточно выгодное предложение, потому что здесь 9 мл объем. Плюс у вас декорации идут, и плюс идут готовые решения, готовые маникюры. Геометрия, кстати, тоже очень классно смотрится. Причем это могут быть и овалы, и круги, и квадраты. С частью полупрозрачной ногтя. Где-то под кутикулой можно оставить, где-то оставить в зоне свободного края. Немножечко продублировать. Сверху прорисовали, и у вас отличный готовый дизайн. Так, я буду крепить шермикон на поверхность, поэтому сверху цвет перекрою топ-теклосом. Это топ без липкого слоя, на который очень хорошо у нас лягут наши декорации. Марина, не сильно меня не толкай, пожалуйста. Перекрываю топ-теклосом. Толсто не нужно, просто тоненько по всей поверхности. Единственное, можно тут капельку поставить, выровнять там, где у меня нет толщины гель-лака, чтобы поверхность сразу была максимально гладенькой. При желании можно перевернуть, можно сцентровать. Смотрите, давай перевернем. Я переверну сейчас, сцентрую, проконтролирую еще раз и отправлю ноготок на просушку. Просушиваем топ-теклос. В идеале, конечно, 2 минуты нужно его просушить, для того, чтобы он полностью высох. И на поверхность можно крепить шермикон. Здесь как раз-таки варианты для таких геометрических каких-то мотивов. Можно геометрию сделать, то, что не очень удобно рисовать от руки. Геометрия обычно много времени занимает, любой дизайн. Если есть какая-то геометрия, это достаточно долго. Здесь уже готовые варианты, готовые шермиконы, которые мы просто фиксируем на ноготок. Я взяла сегодня круги, ну и, соответственно, кругами и в произвольной форме. Немножечко опущу на этом ноготочке пониже, для того, чтобы линию гиппонихия, видите, ну вот, чтобы топорно не смотрелось, и не было, что просто там торчит кусок голого ногтя. Поэтому немножко линию гиппонихия я все-таки перекрываю серебристым вот этим кругом, частью шермикона. Перекрыла, зафиксировала. И, конечно, для такой хорошей качественной фиксации нам сверху нужно теклосом опять перекрыть. Самый класс и кайф гелевых типс заключается в том, что мы можем выполнять послойные дизайны. Послойные дизайны перекрывать несколько раз разными видами топа. Это не портит нашу архитектуру, ну в здоровом понимании, конечно, наваливать не надо, понятно. Но мы здесь имеем возможность немножечко разгуляться, так как у нас максимально тонкая подложка. Перевернусь в сантрое. Максимально тоненькая подложка, и здесь уже мы можем поиграться с многослойными дизайнами по поверхности. Кисточка новая, прям многовато капнула. Ну ладно, сушим. Так, топ теклоса мы перекрыли. Пока у нас просыхает, все, еще раз я проговорю, все, что мы с вами сегодня делали, мы выполняли очень быстрое моделирование. Это классная альтернатива, когда нет, например, у мастера навыка моделирования длинных ногтей, либо вообще, в принципе, еще мастер не моделирующий, но уже есть клиентский запрос. Это хороший вариант для мастеров сами себе. Сделать тоже очень быстро, можно длину, наворотить на ней различных дизайнов, показать это клиентам своим, потому что все-таки ногти мастера, когда мастер активно работает с клиентами, это витрина. Все, что на руках у мастера, хочет делать и клиент. И, конечно же, я не призываю к тому, чтобы не нужно учиться на моделирование. Учиться нужно обязательно, это очень востребованная технология, это значительно расширяет возможность моделировать, значительно расширяет и клиентскую базу. Но такой вариант мы совершенно легко можем использовать, если, например, у клиента ногти с особенностями, потому что не на всех ногтях, девчонки, особенно если валики околоногтевые большие, трамплинообразные ногти, достаточно сложно, либо бывает, когда влажные руки у клиента и просто обычные бумажные формы, ну просто нереально поставить, они не держатся, а клиент хочет большую длину. То есть это такая просто вот альтернатива, это еще один рычажок, еще один механизм для того, чтобы удовлетворить клиентские запросы и базу эту свою клиентскую расширить. Можно оставить вариант глянцевый, можно, как вот в предыдущем эфире я показывала, можно в матовом, здесь я просто перекрыла топом вельвет и немножечко тут фольгой мы на точечке отпечатали. То есть смотрите здесь на ваш вкус, на желание, на потребность клиента. Достаточно быстро можно смоделировать вот такие вот ноготки. Так, ну, к сожалению, вопросы я по какой-то причине сейчас не вижу, нет вопросов, но у меня вот как зафиксировалось еще на половине эфира, так и есть. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Обязательно мы еще поработаем гелевыми этими типсами и в форме стилет и также арочным квадратом поработаем. Очень много запроса просят какие-то витражные варианты тоже использовать. Я думаю, что мы обязательно все это с вами реализуем. Еще раз спасибо всем большое за поздравления, всем хорошего дня, продуктивной работы. и всего самого замечательного. Спасибо большое, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok